Я заметил ошибку, я никакого отношения на русском географическом университете не имею, но это ошибка. Я учредитель и организатор, вдохновитель, папа и мама фестиваля «Часовая Россия», который в этом году пройдет 18-го раз с телевышевым часовом. Вот здесь я попросил поставить отдельные картиночки, которые идут с нашей «Кручей». «Кручей» — это часть Уральского фестиваля «Слава Часовая Россия», часть «Ярмарки», это сокращенное название «Рукрунского чая». Есть события, которые приходят моментально, вот они изобретаются, и пар тут начинает работать. А есть события, которые медленно дозревают и превращаются в «Отпачку» в «Отпачку». Есть фестивали, которые начинались у нас, сейчас они проходят в других местах. Мы очень горды этим и надеемся, что таких фестивалей, таких событий будет все больше и больше. Огромное уважение к нашим соседям, это 100 километров по нашим уральско-сибирским понятиям, это вообще отряды шлют. В этом году мы договорились друг на друга поработать. Мы даем площадку на своем фестивале, который состоится 5-7 июля для косарей. Я вообще сам могу косить со страшной силы, это на самом деле такая культура. Это вот просто ты встаешь, косу берешь, и все, по-другому, и раз, и в рука уже пошла. И все, и не надо. Вот я, видишь, как косит здесь косовый, хочется их купить. Не надо спешить, косит, косит, надо косила. Это не в качестве мельчания, это в качестве, вот, так сказать, мысли. Кург русского чая еще попытаюсь быстро суп изложить, а потом мы уже поговорим. Кург русского чая проходит Сергеевич Урон, шальность в район Сыглосской области лет 5 назад. А фестиваль проходит в 2001 году. В 2016 году он стал лауреатом национальной премии русского событий на ютубе, организованного команды Краснодара Васильевича. Название никак не могу по-инностранному выбрать. Извините, пожалуйста, я с вами, Сергей Сергеевич. Это нормально. Нормально, нормально. Russian Event of War. Это тоже круче, как вы говорите. Поэтому говорю про русского чая. Я так понимаю. Потому что я не понимаю, как круче сокращен, для меня круче другой не может понять. Здесь мне тоже безумно нравится то, что сама идея Иван-чая, сама идея русской культуры чая-то те, она сейчас охватывает всех нас. И в том числе и захватила моему многому долгитзурения, радости Геннадия Васильевича. Вот, я обязательно представлю это на Союзе производителей Иван-чая, одним из десятию зрителей, которых я и являюсь. И, в общем-то, я много уже об этом говорил. Мы проводим чайные четверги. С этим чаем мы уже пока видели. И, наверное, это видел в моих фейсбучных отчетах. Вообще, сама круче сначала задумывалась просто как популяризация русского чая. Ну, а потом потихоньку... Ну, и что, чай просто так, что ли, пьет? Ну, я, мужики, китайцы, ребята, посмотри. Нам чай нужна. Красивая кружка, петух, самоват, плюшка, мед, варенье. И, вольно или невольно, вот этот вот круг русского чая, он на самом деле стал, он не кругом, он стал таким випер, который закручивает в себя все, что стоит на столе. А потом он начинает включать в себя и все остальное. Он начинает включать такую русскую трапезу, русскую избу. И, вольно или невольно, сама ярмарка, которая раньше была просто ярмаркой народа и мастеров, она превратилась, посмотри, в ярмарку русской избы. Настоящей русской души. И с каждым годом, да, она действительно развивалась. Сначала это были просто сумасшедшие, типа меня. А потом здесь уже стали включаться крупные производители. Фирма Айдиго, фирма Намаз, фирма Можно. И с прошлого года маленькая куча, только, которая родилась в большую. Мы в июле провели маленькую кучу в деревне. А осенью уже прошла большая куча производителей и ванчая, крупных со всех концов России. И более того, после этого мы, наконец, взяли и учредили союз иванчайников, социализм производителей и ванчая России. Ну да, внутреннее такое, шутейное название, это иванчайник. И одна из следующих причин, потому что производство иванчая, это в принципе сезонная подноска. Но это очень трудно, когда производитель только на полтора-два месяца брал народ, оборудование отработало, и все до свидания. Поэтому все вольно или вольно перешли на производство. Конфеты, цукаты, конфеты, кстати, из иванчая. Иванчая очень рекомендую, конфеты МОО можно просто удивить для детей, как мешки такие, просто можно лопать одну за другой. Никакого валютарства. Морис, все-таки давайте о фестивале. Хорошо. Я пока так и не понял судьи пока о фестивале. Еще раз. Вы уже пять минут, но давайте о продукте, которые многие здесь в том числе и в руках, и так далее, может быть захотели приехать, привезти, привезти. Пока вот мы расслышали ничего. У меня была тема круче. Это часть фестиваля. Поэтому я пытаюсь на круче, на раме, где я сосредоточился. Если видеофестивали, когда мне журналисты просят коротко, в двух словах, можете могу 15 площадок. Поэтому это фестиваль, в фестивале, в котором все можно найти. Хочешь поребачить, поребачить. Хочешь деловую часть. Я надеюсь, что каждого числа Материналий Васильевич вместе проведем деловую программу этого фестиваля, которая будет наслечена русской чайникой. Программа русской чайникой. Как внедрить русской чайникой, тем события, чтобы они развивали друг друга. Вообще формат круче, он предполагает включение в любое событие. Вот вместе со всем, вместе с медом, вместе с вареньем, вместе с чашками гончатными, вместе с самоварами. С тем, чтобы сделать само событие круче. И саму кручу рядом с событием. И мы такие события сейчас уже проводим. Сам фестиваль, кроме того, что я перечислил, это большая детская программа. Это, безусловно, большая программа культурная. В этом году мы в год театра делаем огромный спектакль в самом офисе, привлекая к этому делу театральные коллективы. Но это, я думаю, не очень, собственно, интересно. Самое интересное, мне кажется, это формат. Формат, в котором ты вольный или и вольный начинаешь работать друг на другу. Формат начинался из прагматических соображений. Если просто звать людей на «Иван-чай», ну, кто-то придет, кто-то не придет. А если там мед, плюшки и там все остальные, то люди обязательно придут. И параллельно попробуют, соответственно, и «Иван-чай». И когда вот в этой культуре, когда ты приходишь, видишь «Иван-чай» замечательный, вдохновляющий, но если его не из чего попить, он так же красивой в коробочке и останется. Поэтому можно сабабар, горячая вода, кружка, соответственно. Мы же не можем просто так пить, там чем-то запустить. И поэтому вот этот вот круг, он начинает раскручиваться, как, скажем, вокруг просто оси. И начинает работать очень... Я сейчас, по себе, у нас в таком году в шестой раз сабабар, по себе, куча на яркий фестиваль. Давайте, может быть, просто вопрос. У меня сразу уточняющий вопрос. Русский ручей, фестиваль русского ручая, русские чаепития, все прекрасно. То есть, татар здесь нет. Нет, нет. Татарская чаепития, бурятская чаепития. И мы сразу в сторону убираем, как-то, или как-то. Вот Татар называл себя шатланцем, русским шатланской национальности. Поэтому русский, российский, на сапоге это русский. Это все равно русский. Как бы мы об этом ни говорили. Если кому-то нравится называть российским, называйте российским. Я не считаю себя националистом, но русского чая, да, это русский чай. И... Татарская, это тоже русский чай. Это тоже русский чай, да? Да, это Иван чай. А вот, допустим, вот, коллеги, спасибо, что проснились, да? Мы в завершении вот как раз стояли. Я очень рад, что Пермит с нами, Пермский край. Это вообще, это наши соседи по часовой. Чайный дом Грибушина, это прекрасная история Ревенда. Вообще-то, он продавал не Иван чай, он продавал хороший, качественный чай. Китайский. Китайский, да? То есть, другим чаям вход есть к вам? Нет. А мы никому не закрываем. Вот, кому нравится, вот, у меня в сумке есть паночка от Иван чая, а есть бутылочка от Петров чая. Петров чая обычно не реклодирует, потому что он в другом растворителе. Но внутри своей компанией употребляет очень полезная штука. Просто настолько, особенно маленькая. Заинтриговали другим растворителем. Я просто покажу потом, когда мы останемся. И не срывайте, что это вообще событие. Поэтому здесь, ну, вы видели, вот просто вот это, вот, когда ты идешь, берешь банку, берешь чайник, завариваешь, вот, пикток, соответственно, стоит, заварил, вот, ревенда, он у тебя тут рядом, пикток тянет руку за плюшками, и вот ты проходишь весь этот тур, и люди уходят туда, нарежем ли чаем, плюшками, медом. Так бы он никогда не купил. А вот, бам, только цепляет чуть-чуть. И бам, чай, это вообще говоря, ребята, это мистическая вещь. Я так немножко шаман, соскей, по-моему, вопросов завершающих шаманов, да, я услышал про плюшки, мед, варенье, залил, все окей. Вот про самое главное, что является момент лечения общения, культуру потребления, я не услышал. Есть ли некие площадки, да, вот, которые должны прививать, вот как китайцы, да, вот они четко, там, ну, вот, это восточная традиция, да, черепитие, вот, этот ритуал, да, вот этот вот, и так далее, готов ответить. Вот, вот, если эта площадка не просто я пришел, конечно, классно, на берегу, вообще, да, на свежем воздухе, это просто качественные булочки, там, плюшечки, то есть печенюшки, варенье и так далее. А вот именно культура, я часть культуры уже рассказал, часть культуры самой получает. Культура, это не просто педие голой воды, соответственно, так сказать, там, с переливанием по-китайски, это педие за столом. Вообще, есть одна из русской чайной церемоний, которую мы проводим, когда по кругу, мы ставим чашку для каждого участника, и потом каждый участник поднимает кружку, говорит добрые вещи о тех, кто здесь находится, о месте, об организаторах, передает дальше, следующий человек тоже говорит, тогда кружка возвращается к хозяеву, чай имеет зубы. Какой-то новый ритуал. А все новое, оно, так как, так, давно забытое, старое. И потом русская культура, это не культура источненного черепития, просто вот из маленьких каких-то, причем у китайцев я очень много научился. Самый замечательный чайник, который заваривается, я завариваю чай, китайский чайник. Толгие на 600 грамм, соответственно, парфор, плюс чашки такие, термосы. Очень удобно. Меня, просто я боюсь, что меня понесет, я сейчас быстренько тогда на эмоции закончу, все время, меня китайцы не делали. Я пришел к китайцам... Неужели? Это не может быть, я согласен. Но признаюсь. Вот, по-хорошему сделали. Я пришел к ним по делу, семья замечательная, китайская, они заварили меня своего чая в памятниках, чайнички. Я как рояльский старт, вытащил памятник своего чая, они мне заварили мой. Я вдруг понял, что я уже научился внутри с плюсом делать чай. А заваривает пол. Потому что, вот, запах чая, который получается у меня, я думаю, что все его чайники со мной согласятся. Хороший чай, пахнет ручей. Солнцем, одуванчиком, медом, липовой тоской. И вдруг я это ощутил в запахе и вкусе чая, который мне заварили китайцы. Это был такой кайф, и для меня такой хороший удар, пинок шило в одно причинное место, которое заставило меня искать способы завар, ты можешь делать великолепный чайник. То есть, ты плохо его заварил, ты заварил, ты все делал, все отъехал. Я вот за такой. Секлама закончилась. Спасибо. Итак, пятое... Это я подарок. Да? Да. Это плач того, что ты права, ты делаешь...